Привет, друзья! В этом видео, коротком видео, я хочу дать вам один простой, но на мой взгляд, очень важный совет. Когда вы играете ту или иную мелодию, здорово будет, если вы сможете пропеть каждую ноту про себя, не обязательно вслух, обозначая ее название. Что я имею в виду? Вот, например, возьмем с вами известный мотив из кинофильма «Крестный отец». Ну и так далее. Здорово будет, если вы сможете каждую ноту, которую обыгрываете, называть ее название. Например, Не обязательно называть знак альтерации диез или бемоль. В сольфеджио принято, что просто, если нота с диезом или с бемолем, называть основную ноту. Например, си, ми, соль. Не фа здесь говорить, а си, ми, соль, фа, ми, соль, ми, фа, ми, доры, си. В чем это вам поможет, когда вы знаете четко, на какой струне, на каком ладу находится та или иная нота. Например, вы услышали какую-то музыку в интернете, по радио или на телефоне, и вам хочется эту мелодию подобрать на гитаре. Сторонний слушатель, который не знаком с музыкальной грамотной, для него это будут просто перепады интервалов. Там, 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 или пам, 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 пам. А вы будете воспринимать эту мелодию не просто, как обычные скачки по высоте звука. А, ми, ля, до, си, ля, до, ля, си, ля, фа, соль, ми, ми, ля, до, си, ля, до, ля, си, ля, ми, рэ, рэ. И всегда, когда вы берете гитару в руки, у вас, если верится эта мелодия, вы с легкостью сможете эту мелодию подобрать на гитаре, и уже не будете щупать, там, на каком ладу эта ноточка находится. Поэтому практикуйте этот момент, прокачивайте себя в игре на гитаре в плане знания нот, и тогда вы смелее сможете подбирать любую мелодию, которая вам нравится. Вот такой вот короткий совет на пару минут. Практикуйтесь, у вас все получится. Если вам этот совет показался интересным, важным, полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, ставьте колокольчики, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на моем канале. И я желаю вам всего самого лучшего, здоровья, мира и всех благ. До встречи в новых видео.